Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылка в описании. Последний вопрос. В европейских СМИ появляются критические оценки подходов Евросоюза к планам по переходу к низкоуглеродной экономике. И в таких материалах отмечается, что в условиях нехватки финансирования акцент в политике Брюсселя смещается с реализацией европейского зеленого курса на поддержку ЕС-овской промышленности и милитаризацию экономики Евросоюза. Как бы вы могли прокомментировать подобные высказания? Ну, реализация ЕС-зеленой повестки, вы же видите, начала реально серьезно буксовать. Дело даже не в том, что они не могут выдержать заявленные темпы при образовании. Там ситуация намного хуже. Дело в том, что стало очевидно, промышленность стран-членов Европейского Союза, и без того, которая была ослаблена, подорвана бездумной политикой Европейского Союза в отношении России на энергетическом и других треках, она, эта промышленность, их просто не справляется с задачами, которые ей навязали в рамках европейского зеленого курса. Расчет на то, что ЕС-овцы за счет ускоренного перехода на некие зеленые технологии смогут легко гарантировать себе на обозримую перспективу, безусловное, лидерство мировой экономики, не оправдывается. Я вам больше хочу сказать, их просто американцы обманули. Они им задурили голову вот этой зеленой повесткой. Одних, так сказать, исторически отодвинули от развития атомной энергетики, как, например, Германию, а другим навязали те темпы и те направления, в которых их европейская ЕС-овская экономика не может априори догнаться или разогнаться до темпов американской, которую американская экономика за счет провалов экономики ЕС сейчас набрала. Все очень просто. Такой глобальный обман под видом заботы об экологии. Кто бы заботился об экологии? Только не те, кто поставляют снаряды с объединенным ураном на Украину для ведения боевых действий. Евросоюз просто не выдерживает тройного удара, антироссийских санкций, спешного отказа от традиционных видов топлива, роста расходов, в том числе военных, на поддержку киевского режима. Просто эта зеленая экономика, мне кажется, их окончательно добьет на фоне всего происходящего. Эксперты все более скептически оценивают достижимость целей европейского зеленого курса, по крайней мере, в намеченные Брюсселем сроки. Представители европейского бизнеса, прежде всего энергоемких отраслей, которые сильнее всего пострадали от разрыва энергосотрудничества с Россией, критикуют вот эту вот жуткую зарегулированность, бюрократическую составляющую, недостаточность проработки отдельных зеленых норм. Они полагают, что это приведет к затруднениям с их внедрениями, акцентируется невозможность одновременного достижения климатической нейтральности к 50-му году, обеспечения устойчивого экономического роста на фоне всего происходящего. По оценке экспертов, выйти на заявленные показатели по выбросам ЕС сможет только при кратном увеличении зеленого финансирования до порядка 1 триллиона евро в год. Это при том, вы просто посчитайте, сколько они тратят на Украину. Я имею в виду не на воссоздание Украины, которая работала бы на их, а на ее разрушение. Так это же еще гарантия того, что триллионы уйдут на поддержку той части, которая от Украины останется в западном влиянии. Конечно, ситуация дополнительно осложняется отсутствием равных условий игры даже внутри самого Европейского Союза, прежде всего из-за разницы в уровне господдержки и цен на энергоносители в отдельных странах-членах ЕС. Помимо всего прочего, реализация этого курса сопряжена еще со все более серьезными социально-экономическими издержками для европейского населения. Теперь в качестве приоритетной задачи для ЕС на ближайшие годы продвигается достижение баланса между озеленением ЕСовской экономики и сохранением ее конкурентоспособности. Вот видите, куда себя загнали. Решить эту задачу в Брюсселе намерено за счет не только перераспределения финансирования, но и обеспечения привилегированного доступа к энергетическим, сырьевым и трудовым ресурсам за пределами Европейского Союза. А также еще более активного применения дискриминационных мер торговой защиты и ограничения трансферов третьей страны ЕСовских передовых технологий. Вот начинался ЕС как союз тех, кому дают преференции совместные двусторонние или многосторонние форматы, которые позволяли им дебюрократизировать их финансы, экономику и так далее. То есть они заключали соглашение в торговой сфере для упрощения жизни и уменьшения издержек. За десятилетия это превратилось все в монстра пожирающего национальное хозяйство, экономику и финансы западных европейцев. Это просто тяжелейший камень, который, знаете, таким пудом вообще давит и тянет на дно настолько, что европейская экономика, на мой взгляд, вообще никогда уже не всплывет. При этом Евросоюз отнюдь не собирается отказываться от усилий по активному навязыванию мировому большинству своих девальвированных подходов на климатическом треке. То есть сами не справляются, но другим рекомендовать будут и навязывать даже будут. Вот в чем смысл того, чтобы подталкивать развивающиеся страны к совершению тех же ошибок, которые Брюссель сам совершал при реализации европейского зеленого курса? Есть смысл. Он в том, что зеленая повестка всегда была для ЕС прежде всего политическим инструментом для передела глобальной экономики на выгодных для себя условиях. Пока есть очередной шанс поднять свою экономику за счет других, даже путем подрыва перспектив устойчивого экономического роста в развивающихся странах, руководство ЕС будет им пользоваться. Спасибо.